В КФУ состоялось традиционное заседание ректората. Объявлены именно обладатели гранта ТНВ на целевое обучение в КФУ. В Казанском университете состоится восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука. Ночь открытий». В КФУ состоялось заседание ректората. На нем были обсуждены вопросы приемной кампании и рейтинга «Таймс Хайт Эдюкейшн» самой интернациональной университеты мира. Подробности в сюжете. В КФУ прошло заседание ректората. Мероприятие открылось подписанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и отделением Национального банка по республике Татарстан. Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности населения России. Университету вместе с Центральным банком предстоит разработать новые образовательные программы для достижения поставленной цели. «Сейчас имеем возможность подписать соглашение о сотрудничестве области финансовой грамотности с одним из ведущих вузов страны. Хотелось бы, чтобы реализация данного соглашения позволила поднять уровень финансовой грамотности населения нашей республики, собственно говоря, что является основной задачей данного соглашения». По завершении церемонии ректорат перешел к рассмотрению вопросов повестки дня. С докладом о проведенных мероприятиях по привлечению абитуриентов выступил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Самая активная работа ведется с высокобальниками, победителями и призерами международных, всероссийских и внутриуниверситетских олимпиад. Отдельное внимание уделяется привлечению иностранных абитуриентов. На 2018-2019 учебный год общее число иностранных студентов должно составлять 6200. «Самое главное, чтобы наши образовательные программы готовили наших студентов к возможности работать по направлениям, которые являются вызовами сегодняшнего этапа. То есть по востребованным направлениям, которые будут востребованы через 3-4-5 лет». Проректор по экономическому и стратегическому развитию Марат Софиулин выступил с докладом о рейтинге Times Higher Education – «Самые интернациональные университеты мира». В этом году только 7 российских университетов вошли в топ-200 рейтинга. Казанский федеральный университет планирует войти в их число. «Основная проблема, почему нам тяжело войти, упор делается не абсолютно показателем, где у нас достаточно неплохая картина, а она относительно. Из-за того, что у нас большой размер и большой контингент, к сожалению, удельные показатели, они несколько отстают от упомянутых». Ассоциация молодых ученых КФУ выступила за введение в общеуниверситетский рейтинг институтов пункта о защищаемости выпускников аспирантуры. Ректор университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что аспирантура должна завершаться степенью. Затем на заседании рассматривались вопросы о переименовании аудитории актовых залов в ряде учебных корпусов. Теперь в университете появятся актовые залы имени первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева, Александра Первого, Карла Фукса, а также аудитория имени Николая Чеботарева. В завершение заседания выступила директор департамента пиар и рекламы Казанского федерального университета Лейла Мухтарова о ходе подготовки к восьмой серии научно-популярного проекта «Про наука. Ночь открытий». Он пройдет 21 мая и соберет образовательные интерактивы от каждого института. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вопрос, который волнует многих казанцев – построят ли мусорожигательный завод. Ток-шоу на заданную тему состоялось в шоуруме Казанского федерального университета. Не первый день идет нешуточный спор по поводу строительства мусорожигательного завода в Казани. Есть у этого проекты как сторонники, так и противники. Чтобы расставить все точки над «и», не хватает открытого диалога. Именно поэтому 15 мая телеканал Универа ТВ провел публичные дебаты по теме «Мусорожигательный завод. Эмоции и факты». Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью решения о строительстве завода принято не будет, а дебаты призваны помочь выяснить всю правду. Олег Кашин, Универ Ньюс. Полную версию ток-шоу вы сможете посмотреть на телеканале Универ ТВ. В Технополисе Химград состоялось выездное заседание Объединенного ученого совета Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук. Участие в мероприятии принял Ильшат Гафуров. Основной темой встречи стало обсуждение работы структуры приоритетным направлением в рамках «Стратегия научно-технологического развития России» до 2035 года. А мы продолжаем. Конкурс на соискание целевого гранта от телерадиокомпании «Новый век» на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ завершен. Кто стал финалистом конкурса, смотри прямо сейчас. Несмотря на то, что с 2018 года в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ больше не будет бюджетных мест, Алья Сабирова, Сарина Сахапова и Инделя Хусаинова все-таки нашли способ обучиться по профилю новой национальной медиа абсолютно бесплатно. Такое достижение девушкам досталось не только благодаря везению, как могли бы сказать многие, но и упорному труду и, конечно же, таланту. К своей цели девушки шли целенаправленно. Для этого Алья, Сарина и Инделя, как и многие школьники, приняли участие в творческом конкурсе на соискание гранта от телерадиокомпании «Новый век» на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ, который стартовал 5 апреля 2018 года. Глава телерадиокомпании отметил, что одним из главных условий контракта является то, что победительницы должны показывать хорошую успеваемость, стремительно расти в выбранной профессиональной деятельности и держать связь с редакцией. В противном случае контракт будет расторгнут. Принятые условия договора директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ также отметил весьма справедливым. Как нам рассказал Леонид Толчинский, все это поможет стать победительницей специалистами высокого ранга. В данном случае компания «Заказчик» хочет, чтобы те люди, в которых она вкладывает средства, ресурсы, росли не только во благо этой компании, а вообще стали большими профессионалами с большими карьерными амбициями. Также Ильша Тамминов заверил присутствующих, что конкурс на соискание грантов на обучение в КФУ прошел первый раз, но не последний. И теперь стоит подумать над проведением уже следующего конкурса на будущий год. Научно-популярное шоу «Идея на миллион» телеканала НТВ приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых КФУ принять участие в кастинге нового сезона «Битвы стартапов». Отбор состоится 5 июня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. 5 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета пройдет кастинг телеканала НТВ на участие в научно-популярном шоу «Идея на миллион». Это второй сезон проекта. Кастинг проходит от Владивостока до Калининграда. Вот в этом году весной мы обсуждали с сотрудниками КАЛЛАН НТВ, кто занимается этим проектом, о том, где может проходить региональный отбор проектов. И, конечно, Казанский университет очень заинтересовал их как площадку, поскольку наш университет является одним из ведущих в регионе, и в Казанском университете реализуется много проектов по различным направлениям. Из Казани попытать свои силы в интеллектуальном шоу уже решили порядка 20 человек, в том числе и представители Казанского университета. На данный момент наши молодые ученые, студенты-аспиранты готовят свои заявки. Я думаю, что по всем направлениям, перспективным направлениям Казанского университета будут представлены проекты, и дальше мы уже будем держать кулаки за наших молодых специалистов и надеяться, что они получат этот миллион от компании НТВ. Чтобы принять участие, нужно отправить заявку. Те, кто пройдут финал, будут приглашены в Москву. В ходе испытаний президенты смогут побороться за денежный приз, а также поддержку инвесторов. Аделина Гайнулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 21 мая Казанский федеральный университет проведет ночь открытия под открытым небом. Об этом подробнее расскажет Ольга Мажелина. Этой весной КФУ вновь запускает серию научно-популярного проекта «Про наука». Мероприятие состоит из увлекательных и необычных интерактивов, в которых зрители могут принять активное участие и узнать много нового. Восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука» называется «Ночь открытий». Она будет посвящена изучению разных профессий. Эта ночь открытий обещает стать самой масштабной. Участие в ней примут все учебные подразделения Казанского федерального университета. Все желающие смогут послушать лекции преподавателей, побывать в музеях университета и посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. В этот раз у нас будет традиционный научно-популярный лекторий, но в этот раз он будет не только от наших преподавателей, но и от выпускников университета. Это новшество наше. Также будут интерактивы, которые в этот раз размещаются под открытым небом. Они будут перед главным зданием размещены и перед вторым учебным корпусом. Также будет концерт, студенческая хендмейт-ярмарка и кинопоказ. Напомним, что мероприятие пройдет 21 мая перед главным зданием и вторым учебным корпусом университета. Оля Мажирина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok